Снова добрый день. Сегодня суббота, наша традиционная встреча с вами. Сейчас полная импровизация будет для всех. В четверг мы созванивались в чате с советом директоров. Проговаривали какие-то моменты. Я была относительно пассивным слушателем в данном разговоре. И что для меня стало важным, что я вынесла вообще из того почти двухчасового разговора. Я для себя поняла самую главную вещь, что я как та лакмусовая бумажка, которую мы в школе на химии проходили, определила вот в это время, что именно сейчас нужно начать активно действовать в проекте. Я очень в многих проектах участвую, всяких разных. Но очень интересен был для меня факт того, что внезапно, проснувшись ночью, я почему-то подумала про ЮТЭК, про роботов, хотя буквально совсем недавно я об этом не думала вообще. И о чем мы говорили, точнее о чем вы говорили в четверг, когда разговаривали с самыми важными в проекте на сегодняшний день людьми, которые занимаются и верят, и до сих пор не бросили, и развивают проект. Вы обсуждали, что всего за пять лет, всего пять лет проекту, от момента создания какой-то идеи, которая уже была на бумаге написана, очень много всего, очень много этапов прошло. И шли классическим стартаповским путем, венчурный проект. Ну, понятно, других вариантов не было. В прошлый раз в нашу субботнюю встречу мы записывали ролик, который говорил о том, что у нас поменялась концепция развития. То есть параллельно мы сейчас развиваем еще и проект в интеллектуальном мире, оценивая интеллектуальную собственность с выходом на криптобиржу, о котором мы три месяца назад даже не думали. И я для себя поняла, что сейчас вот именно то время, когда многие в это не верят, а кто-то реально делает ноу-хау, кто-то запускает ракеты в космос, я не знаю, кто-то придумывает интернет. Это всегда происходит, когда большинство не верит, а кто-то это уж просто делает. И вот на сегодняшний день мы просто делаем. Ну, точнее, делаете вы, а я со своей стороны, как сторонний наблюдатель, пытаюсь донести это до других людей. Вот это для меня было важно. То есть я своевременно здесь, я вовремя здесь. И я успела вложить деньги в проект. И я в это верю. Хотя недавно мне один из знакомых сказал, Вера, когда вот касается таких проектов, это, наверное, ну, самое последнее дело. Скорее всего, не 50 на 50 будет, сказал он, а 1 к 99. И я сразу же привела, знаете, какой пример. Я говорю, а ты знаешь что-то про кота Шрёдингера? Есть такая философия в квантовой физике, по-моему, квантовая физика или квантовая математика, не знаю, вот это вот понятие код Шрёдингера. То есть останется код жив или мёртв в коробке, будет зависеть от того человека, который коробку эту откроет. И вот эта аналогия в моей голове, она меня настолько убедила, что я иду правильным путём, просто у меня не было никаких других вариантов. Я поняла, что я нахожусь именно здесь в то время, в том месте, с теми возможностями. И я не должна этот шанс упустить, потому что, судя по тому, что сейчас происходит в мире, ну, как бы я ни говорила и как бы не думали про меня, что я какой-то фанатик, ну, для меня на самом деле проект сегодня, это, знаете, какое-то фактически обозримое будущее. Это не иллюзорный мир. Это обозримое будущее. Вот что я поняла. И я думаю, что вот такой, как это, превью же, да, называется перед интервью, вот такое превью, возможно, да, сейчас нам с вами как раз-таки дальнейшую пищу для размышлений и для диалога. Ну, очень интересный, как бы, подход. И я рад, что ты подплюнул, как бы, участвуя уже в совете наших, ну, основных участников, ну, мы это называем между собой, как бы, как совет директоров или тех, кто участник проекта, активно развивает. Соответственно, мы сейчас обсуждаем содержательные вещи. Почему я попросил, чтобы ты подключилась к этому разговору? Потому что, исходя из того, что через тебя сейчас идет донесение этой информации, как бы, до и инвесторов потенциальных, и тех, кто подключается к проектам, потому что, ты правильно говоришь, на твоем примере, как раз, когда узнала, подключилась и, как бы, смотришь, что это как раз, ну, скажем так, очень характерная такая вещь. И, да, действительно, мы сейчас, исходя из того, что новый этап, то есть мы сейчас прорабатываем новый абсолютный инструмент, это абсолютно новое, ну, скажем так, ноу-хау в криптом мире, в венчурном инвестировании, все это оценка интеллектуальной собственности, привязка ее к токену листинговой на бирже, который привязывается к интеллектуальной собственности. Вот, и мы активно этим, этим путем сейчас идем, вот, и, соответственно, у нас должны появиться в ближайшее время сейчас новые вещи, связанные с токеномикой, с тем, что дают инвесторы, какой-то интерес. Но все это вместе, абсолютно правильно, как ты заметила, что это, если говорить научным понятием, что мы заканчиваем тот этап, который называется эмбрионное состояние технологии. Что такое эмбрионное состояние? Когда оно находится внутри, об этом знают только разработчики и очень узкий круг людей, которые инвестируют или поддерживают. Как только технология становится, то, что мы сейчас делаем, выносим ее на широкий круг, на обсуждение, это уже выход за эмбрионное состояние, когда будет рождение и когда будет подключение большого количества участников. То есть все, тогда проект уже дальше будет понимать, если он движется, развивается интересный, инвестиционно привлекательный, он активно развивается. Нет, венчурный проект, как большинство проектов, затихает, замирает и умирает. Поэтому эта стадия сейчас естественная, в той, в которой мы сейчас находимся. И то, что мы сейчас искали решение, при котором участвовал, то, что мы обсуждали весь вопрос, это увязка уже интеллектуального токена, то есть токен, который привязан к интеллектуальной собственности, котируется на бирже, где есть определенная категория людей. И, соответственно, для этого рода инвесторов привлекательность и защищенность. Мы это проработали сейчас и совместно с оценщиками, и совместно с нашими китайскими партнерами. Это биржа, которая это делает, и с компаниями, которые сопровождают и, соответственно, оценивают и листингуют токен. Это отдельно. А дальше переход уже, то есть это уже, собственно, мы-то не сомневаемся в том, что проект дальше пойдет с инженерной точки зрения. Это переход уже от оценки интеллектуальной собственности реально к оценке самого бизнеса. И вот это как раз очень важный момент. И вот этот переезд, вот эта вся экономика, это самый сложный момент, который сейчас прописывается. Мы в ближайшее время закончим это оформление и представление для инвесторов, ну, соответственно, уже этого описания и механизма, как это будет работать. Но с точки зрения уже алгоритма работы абсолютно все понятно. И да, действительно, мы вот за эти пять лет от концепции, то есть когда это родилось, в каком направлении трендово надо двигаться, до того, как уже оформились патенты, оформились первые прототипы, оформились, соответственно, ну, давай, 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 оформились, тут у меня эти самые местные инженеры бегают, так сказать, как бы это, так что иногда отвлекают от работы. Вот, соответственно, этот процесс, ну, уже с одной стороны, вот мы недавно обсуждали, был такой очень хорошая дата, пять лет проекту, как мы двигаемся в этом, ну, скажем, направлении ЮТЭКа, создание капиллярной системы, роботизированных комплексов, которые выполняют различные задачи. Вот первую задачу, которую мы решаем, это внутригородская логистика, это, как мы ее назвали, 3С-система доставки и вывоза, переработки мусора. Соответственно, и сейчас уже активно это работает и накладывается на искусственный интеллект, который, естественно, все это выводит просто на новый уровень. Вот, поэтому с инженерной точки зрения те прорывы, которые прошли, они понятны и неочевидны. Вот, и вот то звено, которое мы сейчас отрабатываем, и как действительно, Наталья, это чему-то уже свидетель, что три месяца назад мы только сделали направление, как оценить и привязать токен к интеллектуальной собственности и таким образом вывести новый продукт на рынок. И сейчас уже, когда конкретно уже стоят сроки и задачи, это выпуск, это оценка, это листинг и дальше уже переход к инженерной части. Вот, поэтому, да, действительно, новый этап, да, действительно, для инвесторов этот процесс идет очень быстро, и действительно, сейчас время быстро принимает решения, потому что, когда такие проекты начинают работать и выходить из эмбрионного состояния уже в общепризнанное, здесь вопрос такой, кто успел, тот успел, кто участвует в проекте, тот участвует, кто нет, тот уже по текущей цене, когда это общедоступный и общевоспринятый проект, соответственно, на общих условиях туда входит. Поэтому это, скажем, действительно интересное время, действительно важное время, и я очень рад, что мы все совместно сейчас его реализуем, и оно активно сейчас развивается. Ну вот как-то так, Наталья, я бы прокомментировал и твое, скажем так, вот это, как лактусовая бумажка, как ты воспринимаешь, и, соответственно, то, что мы сейчас доносим до наших потенциальных инвесторов, которые готовы в этот проект подключаться. Я со своей стороны, что хочу сказать? Прекрасно понимая любого человека, в том числе меня, у всех же, почему к нам не бегут с чемоданами денег все подряд? Потому что у всех есть опасения. В чем опасения? Потерять или не заработать, или выглядеть в глазах там друзей, если вдруг они узнают что-то, ну, как-то неподобающим образом, либо это пирамида или что-то еще. Но в любом случае это какой-то негатив. Только поэтому. Но тут какой момент самый классный был для меня, я искренне могу сказать, что до четверга, вот пока я не поприсутствовала, на обычном между собой нам разговоре, да, вот вас, я даже не предполагала всего объема и мощи. Когда вы просто в беседе, друг с другом, зная все это, просто начали это проговаривать, что вот пять лет назад мы вот там придумали, а потом мы определенное там количество тысяч долларов на это потратили, затем мы вот там робота сделали, затем вот это сделали. Я просто сидела молча, я же молча сидела, Сергей Анатольевич, я в голове там примерно считала. И я понимала, ведь это физическая работа, вы куда-то выезжали, какие-то командировки, какие-то приходили люди, то есть инвесторы есть, которые до сих пор верят в проект. Даже те, кто не верят, они все равно есть. И у них в личном кабинете начислены эти токены, которые через какой-то промежуток времени даже человек уже потерял всякую надежду, а проект-то работает. То есть если проект сейчас не выстрелил, как я не знаю там, если мы не видим, что ракета сейчас в космос не летит, это же не значит, что она не летит. Помните, как в фильме этот, что там, ДНБ или как он назывался, Суслик, есть ты его видишь, да, а он есть. Это то же самое, для меня это было на самом деле большим открытием. Я вот в январе загорелась, три года назад я вложила там 10 тысяч долларов, условно говоря, в проект, потому что у меня там свои. Я каждый раз об этом говорю, что меня волнуют проблемы экологии в мире. Я понимаю, что в резиновых сапогах я в речке это не исправлю. Я понимала, что мне нужен какой-то реально масштабный проект. Я узнала, что у проекта UTEC есть такая опция, и она одна из самых главных, потому что именно за счет переработки мусора будет улучшаться экология в мире, ну, соответственно, поддерживаться тренд экологии, и поэтому никто никогда не скажет проекту нет, ни одно государство, потому что все прекрасно понимают, что все хотят чужими руками это все убрать, а нам как раз это нужно для того, чтобы технологию развивать. Но это ли не прекрасно. Естественно, меня это очень подкупило, но я ведь даже не знала, сколько уже проделано работы. И я, честно сказать, я когда пришла, я такая думаю, ну вот тут сидят они, ничего не знают, я сейчас приду, и мы сейчас как тут пойдем, и как мы это все сделаем. А когда я оборачиваюсь назад, исходя из того, какой был проведен анализ, сколько людей, которые просто ждут для того, чтобы работать, то есть даже команду собирать не надо, только появляются первые деньги, команда готова, все ждут, потому что у всех, по-русски говоря, просто чешутся руки для того, чтобы это сделать, потому что люди не просто верят, а они ждут. И ведь это не просто фантики и бумажки, я постоянно об этом повторяю, это физические вещи, которые мы будем наблюдать постоянно, на улицах, в домах наших, это как автомобиль, когда-то про автомобиль даже не думал никто, когда-то были лошади и другие животные, сейчас вот я сижу, наблюдаю за окном, у меня куча машин ездит, и для всех это норма, и в скором времени роботы побегут, они уже бегут, вот о чем речь. И для меня сейчас очевидная вещь, что люди боятся чего-то нового, но совершенно не очевидная вещь, почему они не анализируют то, что происходит сейчас. Но для меня понятно, что есть роботы, есть искусственный интеллект, есть криптобиржи, есть криптовалюты, которые защищены не хуже, чем паспорт Российской Федерации. Кстати, я в четверг нашла паспорт на улице, вот тебе и пожалуйста. А если бы, например, паспорт человека был размещен в криптокошельке, условно говоря, оцифрован, но он бы вряд ли его потерял, правильно? А тут вот потерял бумажку, и он не уехал, знаете ли, домой. Мы нашли в паспорте, значит, его жену, и так как там написаны данные жены через одноклассники, по ее девичьей фамилии и по фамилии мужа, мы нашли. Так вот, о чем речь-то? Мы почему-то очевидные вещи как-то на задний план отталкиваем и думаем, что оно как-то само все случится. Если мы не будем в этом участвовать, само вообще ничего не случится. Вот я участвую, и я знаю, если не завтра и не послезавтра, это все равно случится с вами или без вас, там с ними или без них, но я уже здесь, я купила свой лотерейный билет. Ну, это абсолютно... Не стоит очередь. Это абсолютный процесс. Понятно, что в такого рода проекты входят обычно люди, которые обладают... Ну, интуиция здесь не совсем правильно, потому что интуиция – это агрегированный такой момент. А те люди, у которых есть абстрактное мышление, которые могут абстрагироваться от того, что есть, и представить, и участвовать в том, чего еще нет. Соответственно, это очень сложный процесс, и этим качеством обладает очень небольшое количество людей. Ведь нам для того, чтобы сейчас запустить проект, ну, вот той стадии, в которой мы находимся, не надо тысячи, даже сотни инвесторов, людей. То есть сейчас, по сути дела, мы ищем единомышленников, то есть нам надо 50-60 людей, там, просто физических людей, которые поверят в этот проект, и которые, соответственно, готовы поддержать на сегодняшней стадии и двинуть его дальше. И этого будет достаточно для того, чтобы проект пошел и, как бы, соответственно, начал двигаться и, соответственно, делать новые шаги. Вот, поэтому не нужны сейчас тысячи, миллионы инвесторов или людей, которые говорят, нам не надо убеждать всех, чтобы это стало общим местом, и чтобы это все этого захотели. Надо сейчас найти, соответственно, единомышленников, людей, которые готовы это поддержать, которым это интересно, которые готовы, ну, вот как в свое время, ты поддержал, еще там люди, которые подошли. И вот таких вот людей нам надо всего несколько десятков человек. Это будет достаточно для того, чтобы проект вышел на новый уровень. Вот чем мы сегодня и занимаемся. И вот как раз наша задача сейчас с тобой это описать, донести, сделать аргументацию, а люди уже будут дальше принимать решения интереса, неинтереса, достаточно, недостаточно для того, чтобы в этом участвовать. Вот, а естественно, что мы же делали, и сейчас мы это на второй круг пройдем, и это следующим этапом, который, когда вот мы начинали этот цикл, я сразу сказал, что мы должны и пройти всю технологию, я должен показать на макетах, вот все, что у меня обставлено, моя лаборатория, мы должны все эти макеты показать, посмотреть, как они работают, какой концепт каждый из них демонстрирует. Потом у нас уже есть производство, прототипы, значит, соответственно, мы должны обязательно побывать на этом производстве, пообщаться с инженерами. Это следующий этап. Мы все это, предыдущие итерации проекта, все это делали. Сейчас мы это делаем на новой стадии, на новом участке проекта, на новой стадии проекта, которая переходит на новую концептуальную свою развитие. Вот, собственно, о чем я. И я тоже абсолютно уверен, что когда большая часть инвесторов увидит, посмотрит, проанализирует и поймет суть и цен, то интерес и перспектива проекта будет как-то так. У меня иссяк запас. Надо что-то подумать. Я потом обрежу. Но вот это у меня такие мысли были. Первое. Это очень хорошая реакция на то, что и даже я могу сказать, это превзошло ожидания, которые когда есть, когда я попросил, чтобы ты именно в мозговом штурме, где мы обсуждали технические вопросы, там, увязки, токеномики, как одни конвертируются в другие, как происходит эклистинг. То есть это технический процесс, это то, что мы делаем в описании для инвесторов, которые уже непосредственно входят на биржу. То есть это все в описании там есть. И поэтому, естественно, что реакция на то, что это со стороны интересно, раз. И второе, что это действительно показывает и реальность, и глубину того, что мы сделали. Но это, естественно, так. Мы речь идем об очень серьезном проекте и о том, скажем так, потенциале, который мало сегодня проектов, которые обладают такой мощью, таким потенциалом, каким обладает наш проект. И следующий момент. Опять же, если эту мысль дальше развивать и делать, это как раз, значит, реально то, что мы наметили и показать уже макеты и прототипы роботов, и макеты и прототипы технологий, и потом уже само производство. То есть это, естественно, все надо показывать. И, значит, это тоже, помимо тебя, это, я думаю, будет интересно еще очень большому количеству людей, которые следят и хотят участвовать в нашем проекте. Конечно, Сергей Анатольевич, это понятно. Когда уже едут роботы, это всем интересно. Когда вот едет машина, это понятная, осязаемая вещь, что машина поехала, ее нужно там бензином заправить. А пока это все на уровне документов, пока это все на уровне оценок каких-то, ну, условно говоря, конечно, это многим непонятно. Ну, ведь я о чем думаю постоянно? Всем понятна когда-то непонятная крипта. Вот теперь она всем понятна. А мы пытаемся сделать без того понятную вещь с непонятно-понятной криптой получается теперь. То есть у нас токен, условно говоря, крипта, ну, не крипта, ну, на криптобирже крипта, токен привязан будет к физическому действию. Поэтому для меня абсолютно нет никаких недопониманий в части работы. Даже как дилетант, рассуждая про токеномику, слово, которое я там еще три месяца назад даже не понимала и не знала, я уже прекрасно понимаю, о чем речь. Вот я задала на встрече вот один вопрос в четверг, да, и грубо, но я правильно истолковала о том, что вот есть роботы, будут роботы, будет там работа роботов, интеллектуальная собственность, это крипта, затем другие у нас итерации будут. Это будет бесконечная переоценка. Бесконечная переоценка приводит к росту, она приводит к капитализации. Конечно, сейчас это все слова, но когда это все будет не словами, многие, мне кажется, будут локти кусать. Ну, вот. Естественно, опять же, Наталья, мы тут ничего нового не говорим, опять же, как тавтология, все новое входит довольно-таки непросто. И оцените понять, в футурологии самое главное понятие и самое главное – это о том, что время покажет. Естественно, время покажет, кто прав, кто не прав, кто о чем говорил и, соответственно, кто в чем участвовал. Но это абсолютно закономерный такой и процесс, и ситуация, в которой… И здесь как раз мы… В чем наше преимущество от таких классических криптопроектов, которые сейчас идут? Мы все-таки инженеринговый проект. И да, то есть мы при количестве больших инвестиций, мы, наверное, развивались бы быстрее с инженерной точки зрения, мы бы больше делали. Но с точки зрения именно концептуального развития, я не думаю, что если бы 5 лет назад мы вложили в 10 раз больше денег инвестиций, чем сейчас, мы бы сейчас продвинулись намного дальше. Все-таки само понимание и развитие трендов и концептов – это тоже очень важный момент. И вот за даже последние 3 года, насколько мы концептуально продвинулись и в понимании, и в развитии трендов, я могу сказать, что даже слава богу, что определенные вещи мы не начали делать и не начали туда инвестировать, потому что они за это время показали, что это был бы не такой эффективный процесс развития, как мы видим сегодня. И сейчас я могу сказать, мы стоим на пороге, наверное, наиболее оптимального старта. И то, что сейчас мы сделаем и запустим, через очень короткое время, это исчисляется даже не то, что годами, а несколькими месяцами до полугода, что через ближайшие полгода мы будем обсуждать и анализировать совсем другую фактуру, которая будет у нас для того, чтобы двигаться дальше. Все, да, то есть абсолютно. Поэтому, Наталья, я очень рад, что вот это наше техническое совещание, которое мы в четверг проводили, я нисколько не жалею, что мы тебя туда позвали, и ты сейчас со стороны смотришь то, что это происходит. Вот мы это и дальше будем делать и продвигать. И если изначально, вот когда мы три месяца с тобой начинали эту работу, я видел, что надо было, чтобы ты убедилась и погрузилась максимально в технологию, в инженерную вещь. Видишь, а мы изначально сразу, помимо инженерии, пошли сразу в криптоактивы, в токеномику и так далее. И это абсолютно правильно, потому что для инвесторов, которые входят, это намного важнее, понимать, как это увязано, чем даже сама инженерная вещь. Хотя мне, вот как руководителю проекта, для меня это было всегда, то есть как можно обсуждать токеномику, многие вещи, не привязываясь и не понимая инженерной сути. Вот. А сейчас я как бы, у меня это абсолютно понятно, из-за того, что инженерная часть, она многим и так, типа про этот суслик, что ты его не видишь, но он есть. Многие все понятно, ну что сложного может быть с этим сусликом. А вот, соответственно, увязать и как это будет работать, и как это будет капитализироваться, вот оказывается, это понять и представить сложно. Вот. Сейчас, опять же, слава Богу, что все эти вопросы решены и все они увязаны. То есть сейчас уже инженерный и технологический процесс, и как работает криптобиржа. И вот наши партнеры сейчас, это одна из топовых криптобирж с китайскими учредителями. Мы работаем через дубайский филиал. Вот. Это очень высокопрофессиональная биржа. И команда оценщиков, которая подключилась и работает. То есть сейчас действительно собрался очень интересный коллектив и очень интересная команда, вот, которая действительно выводит и на рынок, и проект, который мы сейчас запускаем, ну, аналогов которого нет. И это действительно проект с очень серьезной и очень большой перспективой. И если кто и присматривался, и думал участвовать, не участвовать, покупать этот лотерейный билет или нет, то сейчас вот моя рекомендация, как никогда, обратить на это самое пристальное внимание и все-таки в наше непростое время на этот инновационный ковчег, как говорит Арина Ким, надо покупать билеты. Больше такой возможности уже не будет. Сергей Анатольевич, еще хотела свое умозаключение, вот, уже исходя из сегодняшнего разговора, добавить. Ведь все, что не делается, как говорят, все к лучшему. И вы фразу эту сказали, что очень хорошо, что там в свое время мы не пошли какими-то там определенными путями и не сделали что-то определенное, потому что это на сегодняшний день было бы не так актуально либо значимо. И ведь смотрите, как интересно все поворачивается. Если бы мы шли, развивались классическим путем развития венчурного проекта, стартапа, то на сегодняшний день у нас уже были бы роботы, они бы ездили по улицам, они бы делали свои дела, и мы были бы как все, как все крупные компании, которые сейчас этим занимаются. Но ввиду того, что мы намеренно не предлагали данный проект крупным компаниям, чтобы, ну, насколько я понимаю, это такой ход, мы хотим, чтобы компания была независимая, чтобы она была, ну, она не принадлежала какому-то одному огромному киту или двум китам, да, то есть чтобы не было конкретно одного хозяина, который скажет, куда бежать. Потому что каждый суслик агроном, и там потом десятки будет всяких советов. И совершенно неизвестно, будут ли прислушиваться к вашим советам как основателя. Поэтому, собственно говоря, не потому что кто-то не верил, а потому что мы выбрали совершенно другой путь. Пользоваться деньгами инвесторов, которые готовы поверить в проект, которых будет много, но они будут вместе типа соучредителями, соуправленцами, ну, людьми, которые заинтересованы в продвижении технологии. И вот этот момент, что не получилось классическим путем пройти это все, именно им родилась вот эта идея, то есть мы начали думать по-другому, а как иначе привлечь? Вот сейчас вот этот не работает путь. Как привлекать по-другому, если у нас нет крупного инвестора? И посмотрите, как это все повернулось. Ведь еще три месяца назад мы говорили про крипту, но совсем в другом русле. Мы пытались по-другому ее привязать к проекту, но мы все равно как-то где-то крутили. И ведь на ловца и зверь бежит. Это же вам предложили. Это не мы нашли кого-то, а самое интересное, ведь это тоже немаловажный фактор. Это вам предложили использовать данные наработки, которые есть сейчас по оценке. Мы про них не знали. О чем это говорит? О том, что как бы вы интуицию, Сергей Анатольевич, сейчас мою вот не отправили бы куда подальше, но я все-таки думаю, что это вселенная, понимаете? Все не просто так. И интуиция моя сработала вовремя. И начали мы с этой криптой крутить. И смотрите, как это все по-другому заиграло, другими красками. И совершенно четко у нас вписался и классический подход, и работа, и наша токеномика, и экономика от работы, и капитализация, и обычные деньги, и криптоденьги. Это же все просто Рафаэлла просто в мире конфет. Сейчас, да, сейчас все действительно сложилось, увязалось. И здесь вопрос как раз на моих глазах. Вот я в прошлом ролике начал говорить, что команда, которая сейчас сопровождает и с кем мы работаем, год назад они начали выводить один проект. Это на моих глазах. Я следил все за этим, как проходил. И за год этот проект стал единорогом. То есть его сейчас рыночная цена на бирже, на листинги более полутора миллиардов долларов. Значит, это вот тот этап, как минимум, который мы должны пройти за ближайший год. Соответственно, у нас все предпосылки для этого есть. И как раз команда, которая это делает, они почему и начали с нами активно работать, потому что они видят, что у нас потенциал намного больше, чем у проектов, которые они работали до этого. И это, с одной стороны, очень лестно. С другой стороны, это большая ответственность. Но я абсолютно уверен, что мы все друг другу будем полезны, и результат превзойдет все наши самые смелые ожидания. Вот. Поэтому как минимум полтора миллиарда долларов за год для нас это вполне, скажем, цифра, которую мы вполне можем преодолеть. И тот, кто в проект сейчас входит, то есть есть, что сравнить и есть, что смотреть уже будет через год. Вот. Соответственно, мы активно в этом направлении движемся. И что очень важно, биржа, которая сейчас все это делает, она активно этому способствует. И семь с половиной миллиона подписчиков, которые сегодня уже следят за программой, они просто ждут листинга нашего проекта, потому что он там, во-первых, анонсирован, а во-вторых, это действительно будет самый интересный, скажем так, хит, который они выводили, вообще, который за последние три года в Дубае в крипто-сообществе появлялся. Поэтому действительно мы готовим там большой-большой фурор. в Дубае в Дубае в Дубае в Дубае